Здрасте, я немного нервничаю, я фермер, а не говорить хорошо не могу. Вы что накидала, чтобы ничего не забыть? Не нервничайте, все хорошо. Я индивидуальный предприниматель, получатель государственной поддержки в рамках Агро Стартап 2021 года. На своем опыте могу сказать, что получить такую государственную поддержку, как я, разведение крупного рогатого скота мясного направления вполне возможно и реально. Обратившись в Центр компетенции, вам дадут полную консультацию, информацию по всем вопросам, условиях получения также гранта, как я обращалась и даже сейчас вот уже получила, работаю. Мне помогает Центр компетенции при сдаче отчетности по всем вопросам. В общем, я туда бегу всегда, рядышком, удобно. Самым главным, вот когда я думала брать, не брать грант, что, чего, как, мне показалось самое главное, это бизнес-план, который вы должны хорошенько обдумать. Он должен быть составлен по форме, которую вы будете вам расскажут, как нужно сделать, в какой, что он в себя включает, направленность, направление расходов, и условия использования гранта, а также планированные показатели деятельности вашей. Неотъемлемой частью бизнес-плана является план расходов с указанием на именование приобретаемого вами имущества за счет собственных средств и с привлечением средств в гранта, также количество и цена. Ну, как и в любой работе, появляются проблемы в ходе ее. Но все проблемы у меня решались, по крайней мере. Я хочу сказать, что выращивать скот в личном подсобном хозяйстве отличается от ведения хозяйства в статусе индивидуального предпринимателя. Это, знаете, вот есть ответственность, потому что рабочие места вы создаете, налагается все-таки ответственность другого человека, своевременное отчисление, зарплата. У меня еще была проблема с санитарно-ветеринарным мероприятием, потому что я не знала, что при покупке скота нужен карантин было, соблюдать, поставить его, все это правильно, все документы. Но ничего, быстренько мы это, спасибо нашим миллеровским ветврачам, быстренько скорректировали. И сейчас ведут меня, и все необходимые прививки, разговариваем насчет витамина, что нужно, а также сказали сделать раскол, потому что брать кровь количество много, слишком объем. В общем, можно брать грант и работать. А, еще кооператив. Когда я получала в 2021 году, нас обязали, всех, можно так сказать, обязали сдавать кооперативу. И я сначала немного нервничала, потому что и переживала, что нет выбора сдать кооперативу, ну и все на этом, да. Ну ничего, сейчас могу с уверенностью сказать, что кооператив солнечный, членом которого я являюсь, ну помогает своевременно, подписывает договора, переводит средства по договору вовремя, все. И еще хорошо, что у них есть свои машины, транспортировка скота, потому что у меня своего нету. И мне бы пришлось платить, а они нормально, пошли навстречу с этим. Молодцы. Вот. И цена хорошая, взяли по хорошей цене, молодцы. Так, ну, в общем, государственная поддержка в рамках гранта Агро Стартап получить возможно. Только главное, ну, требования в этом году, я не знаю, какие, как участнику конкурса, чтобы соответствовать. Ну, не забывайте об обязательствах, как я уже говорила. Освоить бюджет – это еще полдела. Создать, ну, говорила тоже, рабочие места. Отчетность своевременно. А, еще застраховать имущество. Обязательно, на всякий случай. Это нужная, между прочим, хорошая вещь. Мало ли что. Так, ну, не забывайте в договорах, которые вы будете заключать, там надо будет прописывать согласие поставщиков на осуществление по ним проверок министерством и органами государственного финансирования, контроль. Ну, в общем, чтобы третьи лица тоже могли увидеть ваше проведение денег. Виктория Анатольевна, скажите, вот вы арендуете землю, да? Да. А это речь идет о пастбищах или о башнях? О пастбищах. Пастбищах. И, да, у меня выпас скота и сенокошение. Там разделение туда и туда. И у кого вы арендуете пастбища? У физического лица, так же, как и… Ну, и не только у физического лица. У меня там разделены участки. Есть и у государства я брала, в Миллорадском районе. И так же, у кого ферма, как в ферме была земля, ее… Это дорого? Нет. Недорого? Нет, недорого. Все можно, недорого. А как на будущее? Вы не планируете приобретать там… Да, сейчас я подаю документы на оформление земли, на покупку. Земельное дело у нас в Миллоровском районе. Идут на встречу, тоже говорят, давайте, расширяйтесь. Именно хочу построить ферму на покупку земли. Ага. Убить эту землю? Да. В пастбище? Ага. А сколько времени потребуется, сколько вам понадобится времени, чтобы заработать на покупку земли? Уже заработала почти. Не заработала? Почти, да, еще, ну, еще половинку, но я думаю… Ну, великолепно, великолепно. Нет, ну, я… Ну, половину точно. Нет, которую землю я беру, она небольшая. Я беру небольшой кусочек, а потом доберу. Ну, чтобы никто… Вы сначала будете ориентироваться не на все 400 там? Нет, 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 нет. Я сначала беру себе небольшой кусочек, потому что там можно построить ферму. Это для индивидуальных предпринимателей или для юридических лиц, да? В общем. И кусочек, а дальше потом доберусь, чтобы вокруг меня никто не мог взять. А половину я… Так, выбрала. Поэтому на этот маленький кусочек я чуть-чуть заработала. Вопрос, да, пожалуйста. А если не секрет, большой половинку? Нет. Маленькая. 67 голов изначально было. Сейчас буду закупку делать и уже на 10% увеличивать. Ну, нормально. И не переживайте. По поводу ветеринарии я просто грант получал в 13-м году. Я уже могу проконсультировать практически даже врачей. Как принимать роды, какие витамины давать, если витамины использовать. Так что… Ну, было страшно, когда они приехали и начали брать кровь, и их держать надо. Рабочие не справляются. Раскол, только раскол. И мы уже научились. Обменяйтесь контактами. Спасибо. А, замечательно, если сосед. А скажите, какая порода у вас… В бизнес-плане я не указывала породы специально, чтобы можно было взять раз. Это мясной скот у вас или молочный? Нет, мясной. Я не думаю, бочки, а молочных коров нет? Нет, только мясной. А, но это поместный скот, да? Попадали, мне попались несколько мясной и такое. Ну, мы их потихоньку выкормили, ничего, выкормили. А где вы приобретаете? Я брала в Кошарском районе и брала в Зимовске, Зимовниковске. Да, вы вот про него показывали. И словом… Да, у него очень хорошая скотина была. А, то есть в одном хозяйстве, да? В двух. В Кошарском и в Зимовниковском. У него вот хорошее скотина. Вы не по дворам ездили? Нет. Есть еще вопросы? Да, у меня вопрос. Вот вы арендуете пастбище, вам хватает тена, допустим? Нет, мы… Мы все равно докупаем. Да, докупаем. Потому что мы боимся зимой мы в таком месте, что и проехать. И это, поэтому мы заранее себе к зиме берем побольше, все-таки, чтобы был запас. Но мы закупаем. А что у вас естественные или многолетние травы подсеваете? Естественные пока. Но закупаем мы лучшего качества. Ну да, мы закупаем получше. Изначально это затратно, то есть нужно успокоить землю, семинар. Да, пока техники нет, но я уже задумываюсь о том, что пора технику брать на этот год конец. Да? Спасибо большое. Спасибо за предоставленное слово. Ну, мы получили грант семейной фермы в 2022 году. Изначально мы занимались, у нас была казахская белоголовая порода, потом гирефорды. И пришли мы, как бы, уже путем проб и ошибок, потому что надо более продуктивный скот. И благодаря тому, что получили грант, закупили сейчас первую партию нителей породы лимузин. Еще у нас планируется, ну, еще там часть поголовья. Вот, еще мы, значит, за счет гранта сделали частично реконструкцию здания. Из того, что, там, наверное, перейду сразу к таким, к сложностям, с чем мы столкнулись. Из проблем, что мы не запланировали трактор, а у нас увеличилось поголовье, и сейчас уже, как бы, сложно это обслуживать. То есть, сейчас такой вопрос стоит на повестке с трактором у нас. Значит, еще по поводу того, чтобы можно было посоветовать тем, кто будет в дальнейшем получать гранты, о том, что нужно это согласовывать с реконструкцией момента, где связано с казначейством, лучше сразу консультироваться со всеми службами. То есть, то, что связано со стройконтролем, с казначейством, потому что мы столкнулись уже на этапе освоения, когда казначейство какие-то моменты ставит под вопрос, и, ну, как бы, можно попасть в неприятную ситуацию с этим связанную. Значит, еще какие у нас сложности? Так как мы занимаемся чистопородным скотом, и, в основном, это у нас на племя реализация. То есть, за счет того, что мясное направление, и у нас это маточное поголовье, это не от корм, это такой доход, который имеет сезонность. То есть, это большие промежутки, между которыми нужно как-то содержать это все. Поэтому мы занимаемся еще перепродажей, то есть, привозим на реализацию бычков других пород, чистопородных. И вот из сложности то, что у нас в регионе по регионализации, в общем, Брюссельхознадзора вакцинации много применяется, и очень ограничен круг регионов, куда мы можем реализовывать. То есть, это в основном у нас только Северный Кавказ, Астрахань, Ставрополь, Краснодар. Регионы Центральной России, они для нас закрыты, и вот это как бы очень большая проблема. То есть, с документами продать туда мы не можем. Вот. Может, какие-то вопросы лучше будут сразу по вопросам? А, ну еще то, что вот им... Почему, почему лимузины? Ну, знаете, как-то так мне повезло с хорошими специалистами столкнуться, и мы сразу, сразу как бы прошли быстро вот этот вот период перехода от разных менее продуктивных в более продуктивным. Ну, на сегодняшний день я считаю, что это лучший как бы вообще вариант породы. Даже шарале, которая считается еще более продуктивной, там уже идут свои минусы. По телам очень большие сложности, по содержанию крупного животного это более затратно, поэтому лимузины это оптимально. Во-первых, это большой процент мясного содержания, то есть выхода мяса. Это более легкий отел. Ну, как бы по весу, по продуктивности получается, что у нас... Вот мы закупали нителей, у нас нетелей в среднем 700 килограмм, телочки это с лучшим возрастом 500 килограмм, то есть другие породы с трудом могут дать такой привес, и при этом, как бы, в принципе, нормально они адаптируются, и небольшая сложность с содержанием, с ветеринарией, вот такой оптимальный вариант, в общем. И большим спросом, как бы, используются, в принципе, у меня уже запросы на бычков, там, я не знаю, в очередь просто. А с какой стороны это порода? Вообще, это французская порода, но у нас вот это венгерская селекция. И длинные? Ну, это просто происхождение названия из того же региона, откуда название машины, да, там как-то название длинных плащей, что-то пастухов с этим связано. У нас не племенные они, мы хотим завести вторую часть племенных, так как хотим, конечно, в будущем мечтать о том, чтобы стать плем-репродуктором, но пока это у нас товарные, потому что племенных не получилось у нас завести. Опять же, сложность в том, что импортный скот мы не можем завести напрямую, потому что это валютные операции по гранту. Ну, как бы сейчас нашли мы там такой вариант промежуточный, вот другую часть поголовья, которую будем завозить через поставщиков. И они будут племенные с прям паспортами. А это мясное направление? Нет, есть, я знаю, конечно, тех, кто их дует, 500 килограмм, вы имеете в виду, ну, тёлочка это случайного возраста, где-то год и шесть. Да. Меня зовут Юлия Викторовна, я являюсь председателем Южного мясного дома, кооператива, который был создан у нас в Песченокопском районе, в селе Песченокопское в 2018 году. Основной вид деятельности – это у нас переработка и консервирование мяса. Мы не занимаемся откормом, мы закупаем уже живой скот у своих членов кооператива. И, соответственно, вот такая форма, как кооператив, вот до этого говорили, что вас заставляли там вступать в кооперативы, чтобы вы потом там реализовывали выращенный вами скот. У нас, наоборот, членами кооператива было принято решение, что надо создать кооператив для того, чтобы в последующем не искать какие-то рынки сбыта. Одну-две головы вряд ли кто-то приедет у вас покупать, вам надо будет самим ехать куда-то сдавать. А когда вы сдаете 15-20-40 голов, это уже как бы и цена другая, и вопрос другой. И, соответственно, вы не заморачиваетесь, куда дальше это все реализовывать. Вот, и поэтому было принято решение создать кооператив. Вот, в 2022 году, как бы, членами кооператива было принято решение о том, что реализация именно на территории Песченокопского района, там, где этого мяса и так в избытке, где оно производится, это не является как бы экономически выгодным. И решили создать логистический центр по заготовке, хранению, подработке и реализации сельскохозяйственной продукции именно в городе Ростове-на-Дону. Обратились в центр компетенции, где нам оказали содействие в подготовке документов, дали консультации. Мы вам очень сильно благодарны. Работа была проведена колоссальная. Вот. И мы подали заявку на получение гранта, и наш кооператив получил средства государственной поддержки именно на развитие материально-технической базы кооператива. Это создание логистического центра. Что из него состоит, как бы, что предусматривается по данному проекту. Это мы закупаем у своих членов кооператива «Скотт», забиваем его. Пока забиваем средствами сторонней организации по договору, обрабатываем эти туши. То есть, в последующем у нас получаются полутуши и четвертины. И сейчас, конечно, мы их не реализуем розничным покупателям. Сейчас у нас пока идет мелкооптовая реализация. Но нами в рамках именно предоставленных средств государственной поддержки приобретено два нежилых помещения, которые планируются в последующем. Точнее, которые будут у нас один из них магазин, где будет именно для розничных покупателей возможность приобрести говядину. И не говядину, которая откуда-то приехала, а именно ростовскую говядину, которая еще вчера ходила, мычала, а сегодня она уже вот в магазине лежит. И второе помещение будет использоваться как холодильник, где возможность доработки именно этих полутуши четвертин в меньшие партии. И планируем также поставку их в общепит и мелкорозничные базы, потому что все знают, что оптом сдавать дешевле, в розницу это, конечно, намного более выгодно. И вот на сегодняшний день у нас приобретено два нежилых помещения в городе Ростове-на-Дону и приобретен один автомобиль, рефрижератор Hyundai, на котором планируется перевозить, соответственно, мясо. Еще в проекте у нас приобретение трех автомобилей, ну, соответственно, холодильного оборудования и всего сопутствующего. Но ввиду того, что мы средства гранта получили только в сентябре 2022 года. Еще в полной мере реализовать все свои задуманные планы у нас не получилось, но мы стараемся. На сегодняшний день у нас количество членов уже увеличилось до 19 членов. Еще есть желающие, но пока мы не принимаем, пока обходимся как бы теми членами, которые у нас есть. Соответственно, у нас предусмотрено и создание рабочих мест, всего их будет 12. То есть мы не только создаем рабочие места, но это еще и ведет к тому, что это будет и уплата налогов, и как бы показатели по развитию нашей, как экономические показатели для Ростовской области в целом тоже будут неплохие при условии, если нами будет полностью реализован весь задуманный нами проект. Поэтому на собственные средства мы бы данный проект однозначно не реализовали. Если бы не средства господдержки, этот проект так бы и остался у нас в мечтах. Вот, собственно, и все. Да, но я настаиваю на том, что кооператив, в нем вся цепочка у членов кооператива, я не правильно сказал, у членов кооператива от КОРНС, затем переработка и реализация уже... Через кооператив. Сейчас, да, через кооператив. И пока оптовая реализация, но все идет к тому, что и розница будет. Ну, великолепно. То есть, вот прямо можно будет ориентироваться на то, что я иду покупать... Деревенское мясо. Говядину, да, кооператива вот Печенокомского. Очень, очень хорошо. С местом происхождения, да? Да, да. Говядина с местом происхождения. Очень хорошо. Есть вопросы, друзья? Скоро получили деньги в государстве. А можно сказать, что это коммерческая тайна? Началось. 25 миллионов. И вы купили, что на них? Два нежилых помещения в Ростове мы приобрели и приобрели один автомобиль. Но как бы средств у нас нет, чтобы мы сразу все освоили. Два года это вполне реальный срок для того, чтобы постепенно наращивая прибыль, приобретать что-то дальше. Вот все, что смогли, мы на сегодняшний день приобрели. Деньги, они лежат у нас на счете в казначействе. Их министерство обратно не забирает. У нас еще полтора года впереди. И в любой момент мы можем приобрести что-то еще. Скажите, сколько у вас минимальная партия и на какого расстояния отправляете свой транспорт? Сейчас мы, вот автомобиль мы только буквально приобрели. У нас в основном приезжают, сами забирают. Я имею в виду, когда забираете на обои животных? Мы в основном забираем у своих членов, но ориентируемся, как Песченокопский район, Ставропольский край, то, что к нам поближе, Краснодарский край, тоже к нам близко. Ну, там Егорлы, Целина, вот в пределах таких пока. Плечо было небольшое. Да, да, потому что у нас как такового тушевоза нету. Красногвардейский район, Ставропольский, Белоглинский. Да, Белоглинский, Краснодарский край. Как бы, если большая партия, то надо нанимать тушевоз и как бы за это тоже платить деньги, чтобы нам привезли это. Если партии небольшие, там один-два бычка, ну, товарищи, привозите сами. Как бы нам это невыгодно куда-то ехать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok